Выступающий сегодня вечером делегат от священников и епархии Арлингтона, должность которую он сейчас занимает после трех лет работы пастором святого Иоанна, любимой католической церкви в Маклине, штат Вирджиния. Он получил степень магистра искусств в папском университете святого Фомы Аквинского, Ангеликум в Риме, в 1996 году, и в том же году был рукоположен в сан священника. Отец Скалия публиковал статьи в разные периоды, включая This Rock 1 Street Things, The Bulletin Human Life Review, и в настоящее время служит капелланом отделения мужества Арлингтонской епархии. Он также служил приходским викторским викарием в церквях святой Бернадеты в Спрингфилде, святого Патрика и Фрёдериксбурга, а также святой Риты в Александрии. Мне интересно, что Бог приготовил для него. Он является членом консультативного совета Института католических культур и прочитал множество лекций о вере, морали и современных вызовах православию. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и поприветствуйте отца Пола Скалию. Хорошо, хорошо. Да, этого достаточно. Хорошо, давайте просто склоним головы в молитве. Первый, прежде чем мы начнем День Отца, посвящается Сыну Святого Духа, Всемогущему Богу и Отцу, который призвал нас войти в ваш вечный покой. Даруй нам желание этого покоя, чтобы мы могли приспособить все в нашей жизни к покою в тебе и обрести покой в твоем отеческом взгляде на нас, и познать тебя в вечности, где мы познаем тот мир, тот покой, то освежение и удовлетворение, к которым мы стремимся. Мы молимся об этом, взывая к заступничеству Пресвятой Девы Марии, нашей матери и нашей королевы, святого Иосифа, ее самого любимого супруга. И мы молимся об этом во имя Иисуса Господа, во имя Отца и Сына и Святого Духа на ваших столах, или, возможно, когда вы вошли. Я не уверен, как они попали к вам, но есть раздаточный материал, или должен быть с первым из всех, несколько цитат, которые я хотел бы прочитать просто для начала. «Так завершились небеса на земле и все воинства их. И на седьмой день Бог завершил свою работу, которую он совершил. И он отдохнул на седьмой день от всей своей работы, которую он сделал. Итак, Бог благословил седьмой день и осветил его, потому что в этот день Бог отдыхал от всей своей работы, которую он совершил в творении. Успокойтесь и знайте, что я Бог». Из псалмов, а затем Аристотель говорит нам, «Мы работаем, чтобы быть на досуге». Святой Фома говорит нам, что причина, по которой философа можно сравнить с поэтом, заключается в том, что оба они связаны с удивлением. И, наконец, несколько известная цитата из Блейза Паскали. «Я обнаружил, что все человеческие несчастья происходят от одной вещи, которая заключается в незнании того, как спокойно оставаться в одной комнате. Я надеюсь, что сегодня вечером вы это сделаете. Вы придете посмотреть на мою презентацию как на пустую и бесполезную трату времени. Вы все слышали о целеустремленной жизни. Что же я хочу, чтобы вы приняли целенаправленную жизнь? Если вы этого не сделаете, то я потерплю неудачу. И я надеюсь, что это станет ясно по мере того, как мы продолжим сегодняшнюю вечернюю беседу. Моя тема сегодня вечером – досуг. Основа культуры. И это название, конечно, как многие из вас знают, взято из замечательной маленькой книги Джозефа Пипера. Эта книга, в свою очередь, взята из лекции немецкого философа-тимиста, прочитанной в Бонне в 1947 году. Поэтому важно рассмотреть первый контекст этой работы, над которым я хотел бы поразмыслить. Пипер писал сразу после Второй мировой войны, и ни много ни мало в Германии. Это было место, как он сам отмечает, которое нуждалось в перестройке. Предстояло проделать большую работу. И все же сюда приходит этот философ из башни из слоновой кости, чтобы поговорить о важности, по сути, о первенстве досуга. Время его написания, конечно же, также является началом Второй мировой холодной войны. Скорее, холодная война. Это многолетнее противостояние не только между Советским Союзом и Соединенными Штатами, но и на самом деле, между двумя разными взглядами на самого человека. И снова вопрос о работе был в центре внимания. Это была работа для государства, для корпорации, для экономики. И посреди всего этого, этого спора о смысле работы, люди опускают книгу на досуге. И не только это, но и то, что он может. Он утверждает, что истинная цель работы это досуг. Мы работаем не на государство, не на корпорацию, не для того, чтобы продвинуться вперед, не просто для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы отдохнуть. Это и есть цель. Теперь, как это часто бывает, то, что могло показаться неуместным в первом, оказалось пророческим. Годы спустя эта книга стала только более актуальной с годами. И я думаю, что мы можем увидеть это, просто взглянув на то, как мы живем. Многие ли в нашей культуре считают выходные по-настоящему спокойными и используют их для этого? Почему в выходные дни в магазинах и на дорогах больше народу? Почему люди используют воскресенье, чтобы наверстать упущенное во всех этих различных задачах, которые они должны выполнить, а затем жалуются в понедельник, что они не отдохнули? Суббота, это отдых или мы используем ее просто для того, чтобы наверстать упущенное за неделю? И еще есть тот сводящий с ума вопрос, который мне задали примерно в это же время в прошлом году, может быть, чуть позже. Я был на пляже неделю, и кто-то спросил, ну, что вы сделали с пляжем? Я ничего не делал. Вот и пляж. Причина, по которой я туда поехал, заключалась не в том, чтобы что-то делать. Или, скорее, выражаясь позитивно, это означало ничего не делать. Сейчас мы живем в условиях тотальной рабочей культуры, о которой предупреждает нас Джозеф Пейпер в этой книге. И под этим я не имею в виду работу обязательно в смысле, вы знаете магазина, бизнеса, фирмы или офиса, но работу в смысле постоянной необходимости что-то делать. В исповеди Святой Августин говорит о Боге, как о всегда активном, всегда пребывающем в покое. Мы довольно хорошо записали первую часть. Вторую часть мы тоже не имитируем, не так ли? Мы всегда делаем это, даже когда отдыхаем. Сегодня мы совершаем великую технологическую ложь. Те устройства, которыми вы владеете или которые владеют вами. Те устройства, которые вы носите или которые носите вы. Было обещано, что вы сможете уйти от всего, но знаете, не терять связи. А теперь реальность такова, что вы обнаружили, что это поводок, и работа всегда есть. Их всегда можно прервать. Итак, реальность такова, что мы вообще не можем избежать работы. Это всегда с нами. И мы, возможно, ожидали бы, что эта общая культура работы вызовет огромную вибрацию и живость. На самом деле, только с приходом такого общества приходит что-то еще, скука. Этого слова даже не существовало до 19 века, потому что в нем не было необходимости. Культура постоянного делания породила у нас скуку, до тех пор неизвестную, потому что, если нам нечего делать, мы в растерянности. Нам скучно. Теперь мы все знаем, что жалоба на то, что мне скучно, очень серьезная. Это показывает проблему не с миром, а с пониманием человеком реальности. Профессор колледжа сказал нам, что причина, по которой нам было скучно, заключается в том, что мы были скучными. Это была просто вариация на тему Честертона о том, что нет неинтересных вещей, есть только незаинтересованные люди. Итак, книга Пипера сегодня остается еще более важной. И решение всего этого, как вы, как вы можете догадаться, состоит не в том, чтобы что-то делать, а в том, чтобы ничего не делать. Более важно узнать, что такое настоящий досуг. поэтому с этой целью я хотел бы сделать сегодня вечером обзор книги, чтобы донести до людей точку зрения и применить ее сегодня. и поэтому я собираюсь просто дать обзор трех моментов, которые он выдвигает в книге, и это первое и самое главное знание, что такое человеческое знание. Второй досуг сам по себе и третье поклонение. Особенно в свете замечаний отца Изюки. Я заранее приношу извинения, если что-то из этого покажется вам слишком философским. Уверяю вас, это не будет слишком философским, потому что я не философ. Так что все будет просто. Но Джозеф Пипер был философом. И что более важно, эта книга и эта тема касаются не только социологических или культурных реалий, хотя и затрагивают их, но и понимание человеческой личности. Того, что значит быть человеком и жить подлинно человеческой жизнью. И это, конечно, те проблемы, которые стоят перед нами сегодня. Итак, во-первых, давайте начнем со знаний, как это делает Пипер в своей книге, что противоречит здравому смыслу. Не потому ли это, что мы ассоциируем знания с трудом и с работой, учебой, исследованиями и так далее? И люди указывают, что именно в этом и заключается проблема. Он отмечает, что греческое слово, обозначающее досуг скоула, происходит от латинского слова «скоула» в немецкой школе. В английском языке сама этимология указывает на связь между знанием и досугом. Ответ, как отмечает Пипл, касается самых корней философского и теологического понимания человеческой личности. Итак, еще раз, это не обсуждение того, что находится на грани человеческой жизни, но затрагивает самые основы того, что значит быть человеком. Люди дает обзор того, как концепция знания изменилась в современном мире с современной философией. Он выдвигает три тезиса о современном взгляде на знание, и эти три тезиса отражены в различных разделах его книги. Теперь снова он философ. Он говорит о философских вещах. Но он хороший философ, а это значит, что он также осознает, как эти вещи могут и будут происходить в жизни нас, не философов. Итак, первое замечание, которое он делает о современной философии, заключается в том, что ее взгляд на знания исключительно активный и внешний. Древние и средневековые люди говорили о двух разных видах знания. Там был Рокси, который представляет собой своего рода дискурсивное рассуждение, изучение чего-то, своего рода разбор на части. Но тогда был интеллектос, который просто является восприятием того, что является истинным. Такого рода знания, как выражаются люди, было чисто восприимчивым взглядом, взглядом на реальность. И это было то знание, которое ценили древние и средневековые люди. Мы могли бы подумать об этом в терминах созерцания. Однако для современной философии единственным видом знания является первый вид знания. Это то, что зависит от нашей активности, не быть восприимчивым к вещам, а идти вовне, как бы брать их в руки и исследовать их, препарировать их, возможно и очевидно. Как указывает само слово препарирование, этот вид знания предпочитает точные науки таким вещам, как литература, философия и, конечно же, теология. Это отдает предпочтение знанию науки, а не мудрости, тому, что мы можем определить для себя, а не тому, что мы можем получить. Считается, что Фрэнсис Бэкон выступал за цитату «ставить природу на дыбу и пытать ее, чтобы она раскрыла свои секреты», это какой-то спор о том, действительно ли он написал эти слова. Но, по-видимому, его репутация была такова, что они неоднократно применялись к нему. И это действительно дает хорошее резюме. Современный взгляд на знание. Это зависит от нас, чтобы сделать это. Мы не позволим природе просто открыться нам в виде созерцания природы и созерцания. Но единственный вид знания, который потребуется, – это такой вид активного знания, который, возможно, уже ясен. Такого рода знания связаны с усилием, с трудом, даже состраданием. Вот как об этом говорит Джозеф Пиппер. Сокровенный смысл этого чрезмерного акцента на усилии, по-видимому, заключается в следующем. Человек не доверяет всему, что происходит без усилий. Что с чистой совестью он может владеть только тем, чего он сам достиг путем мучительных усилий. Что он отказывается позволять себе что-либо давать. И это имеет смысл в свете первого принципа. Если единственный реальный вид знания – это то, чего мы вроде как достигаем, то чем больше усилий мы прикладываем, чтобы достичь этого, значит, это ценится более высоко, более высоко ценится. И заметьте, здесь скрытое подозрение и, возможно, даже враждебность по отношению к тому, что было раньше, к знанию, которое предшествовало нам. Это было передано нам по наследству. Открытие ценится выше традиций, потому что открытие принадлежат нам. Это то, что мы делаем. И традиция, конечно, принята. Средневековые люди знали, что они стоят на плечах гигантов. Любой хороший философ сегодня знает, что лучшие части его философии – это не то, что он открыл, а то, что он получил и усвоил. Третий пункт, который делает Пиппер, заключается в том, что знания стали цениться только в той мере, в какой они имеют некоторую полезность. То есть ценится то знание, которое служит какому-то конкретному материальному или экономическому человеку в обществе. Теперь это может звучать как кислый виноград от Фетерсли, который специализируется на классической музыке и годами терпел, когда люди говорили классику. Что вы собираетесь с этим делать? И это просто совпадение или проведение, что я на самом деле занимаюсь той работой, для которой латынь и греческий действительно полезны. Тем не менее, это отход от традиционного взгляда на знание и образование. Раньше к образованию и знаниям стремились ради них самих. Вот откуда у нас термин «гуманитарные науки». Эти искусства были либеральными. Они были свободны. Они были независимы от какой-либо полезности или использовались другими. Другими словами. Другими словами, там не было ничьих слуг. Они имели ценность сами по себе, и именно поэтому гуманитарные науки были так важны. Это знание само по себе, не унижающее и, конечно, не отвергающее важность такого рода знаний, которые могут быть использованы в обществе, но признающее, что есть другой вид знаний, который важен, на самом деле, более важен. Цель гуманитарных наук состояла не в том, чтобы достичь, достичь или произвести ТО, или это. Цель состояла в том, чтобы понять саму реальность, узнать и рассмотреть, каковы сегодня гуманитарные науки. Ну, они либо полностью заброшены. Большинство наших школ на самом деле не придают столько значения истории или философии литературы, сколько точным наукам. Большинство наших начальных, средних и старших школ сосредоточены на STEM, верно. Наука, технология, инженерия, математика. Мы ценим науку больше, чем мудрость. Мы узнаем, как все работает, но мы не спрашиваем, почему они существуют в первую очередь. И затем, по иронии судьбы в том, что осталось на факультетах гуманитарных наук в большинстве колледжей и университетов, доминируют те, кто культурно и политически, ну, либералы, и кто теперь использует гуманитарные науки. Используйте их так, как с ними не должно было случиться. Теперь они используются для любых целей, которые вы хотите навязать обществу. Такова сейчас ситуация в том, что касается знаний. Прежде чем перейти к следующему разделу, я просто хочу повторить эти три вещи, потому что они являются мотивом, который Джозеф Пиппер использует на протяжении всей этой замечательной небольшой работы. И они важны для нас в понимании аргументации, которую он выдвигает. Знание стало первым исключительно активным. Теперь мы знаем это по нашей собственной деятельности, а не по получению. Второй, мы ценим знания в соответствии с усилиями, трудом, даже страданиями, которые прилагаются для их достижения. И в-третьих, мы ценим знания в той мере, в какой они полезны для общества здесь и сейчас. И если общество не считает это полезным, то в этом вообще нет необходимости. Следующий раздел, в который он попадает, посвящен самому досугу. Это разговор о досуге. И поэтому сейчас, возможно, самое время дать этому определение. Возможно, я не торопился. Я собирался неторопливо. Извините, Пиппа описывает досуг в соответствии с тремя пунктами, которые я только что перечислил. И это действительно помогает нам понять, что это такое. Потому что у нас много ошибочных представлений о нем. Мы думаем, что это просто, знаете ли, вроде как бездельничать и ничего не делать. Но это нечто гораздо более глубокое, гораздо более глубокое, чем просто это. Так что же это значит? Первый досуг означает определенную тишину. Досуг, это, по словам Пиппера, внутреннее отсутствие озабоченности, спокойствие, способность отпускать все на самотек, быть спокойным. И это противоположно современному требованию активности, выхода наружу, действия. Досуг обладает способностью принимать, быть спокойным, и позволять миру, и позволять тайне жизни действительно раскрываться. Досуг можно найти не только в Бог знает каком просмотре телевизора, но и в вещах, которые мы все испытали и все знаем. Сидим, возможно, в погожий летний день, и просто слушаем, просто остаемся неподвижными, осознавая окружающие нас звуки. Возможно, цикады на дереве. Или вы знаете ветер, если есть что-то одно. И просто позволять этому, не чувствовать необходимости разбираться во всем этом и анализировать то, что мы испытываем, а просто быть там, и позволять всему этому происходить вокруг нас. Это сильно отличается от того, что мы называем вегетарианством. Это современное явление характеризуется потребительским менталитетом. В этом разница между, например, походом в музей и стоянием перед прекрасным произведением искусства и просто оценивая его. Просто ценю красоту этого. Не пытаюсь во всем разобраться, просто ценю красоту этого. В чем разница между этим и просмотром телевизора? Мы потребляем вещи, когда смотрим видео, телевизор и все остальное. И в определенном смысле нас поглощают. Но в первом, в этом простом созерцании произведения искусства, мы ценим что-то и позволяем этому быть тем, что оно есть, и раскрываться перед нами. Домосед, хотя его и называют картошкой, потребляет еду и развлечения, но на самом деле глух к реальности. На самом деле, большая часть развлечений предназначена для того, чтобы не дать реальности вторгнуться в вас. Досуг требует праздничного настроения или отношения. Вот как об этом говорят люди. Досуг — это условие рассмотрения вещей в духе празднования. Досуг возможен только при условии, что человек находится не только в гармонии с самим собой, но и в согласии с миром и его смыслом. И это, опять же, противоречит современному акценту на усилиях и страданиях, перенесенных для достижения чего-либо. Досуг приходит, когда мы утверждаем, что мир хорош, потому что его создал Бог, и мы ценим доброту. Мы и мы утверждаем, что мы хороши, потому что Бог создал нас, и мы ценим доброту, которую он нам дал. Я счастлив принять эту реальность и отпраздновать ее. Обратите внимание на этот элемент в народном определении досуга. Это возможно только тогда, когда вы находитесь в гармонии с самим собой. И кто из нас может отрицать это право? Мы знаем, что когда мы не в ладах с самими собой, когда мы в грехе, больше всего досуг невозможен. Мы не можем отдыхать из-за нашей озабоченности и беспокойства, а также из-за того, что мы не в ладах с самими собой. И потому, что этот грех ослепил нас к тому, что Бог хочет, чтобы мы получили, что является самим подтверждением нашей доброты. Третье, и, возможно, самое главное, досуг бесполезен. Люди говорят, что досуг существует не ради работы. Сила быть свободным, это сила выйти за пределы рабочего мира. Обратите внимание, он говорит о способности быть на досуге, что указывает на то, что это нечто большее, чем просто бездействие. Это требует некоторых усилий с нашей стороны, чтобы выкроить время в тех местах, где мы собираемся отдыхать. И эта цитата требует корректировки мышления с нашей стороны. Мы обычно думаем, что отдыхаем для того, чтобы работать. И именно так мы относимся к субботе. Суббота, выходные в целом, становятся просто временем, чтобы перевести дух, чтобы мы могли вернуться к реальной жизни, которую мы рассматриваем как работу. Нет, вовсе нет, потому что это ставит досуг в зависимость от работы. Это делает работу определяющим фактором всего этого. И принтер не работал. Мой принтер был в состоянии покоя, не печатая остальные страницы. Это было бесполезно. Это был бесполезный компьютер, бесполезный принтер. Итак, эти три вещи характеризуют досуг. Это тишина, бесполезность, третий аспект, а затем праздничный дух. Так, как же лучше мы можем понять это, сравнивая, чем сравнивая это с его противоположностью, которая не является работой? Потому что труд — это добродетель. Трудолюбие. Бог поместил нас в этот мир, чтобы мы работали, ухаживали за садом и обрабатывали его. И поэтому работа — это не так уж плохо. На своем месте это очень хорошая вещь. Но, как и всякая добродетель, как только ее убирают с положенного места, она превращается в лед. Нет, противоположность досугу — это не работа, а лень. То, что древние называли шадией. Шадия — это не просто не работает. Это скука от мира. И это своего рода подделка лижа. Большинство людей думают, что они просто своего рода. Они отдыхают, когда на самом деле — нет, они ленивы. Они думают, что они находятся в состоянии покоя, когда на самом деле они бездельничают. Дьявол всегда подражает Божьим делам. Он всегда пытается создать какую-нибудь фальшивку, чтобы отвлечь нас от того блага, которое дал нам Бог. И чадия действительно является своего рода подделкой досуга, пытаясь убедить нас, что это то, что мы ищем, когда на самом деле это уводит нас все дальше и дальше от досуга. И мы можем понять лень или шадию с помощью этих трех измерений досуга. Во-первых, тишина. В ленивом человеке есть что-то такое, что не дает ему покоя. Он не в ладах с самим собой. Святой Фома Аквинский говорит, что ему не нравится суббота, потому что Бог — это тот, кто примеряет нас с самими собой. Итак, лень на самом деле — это беспокойство. И поэтому это становится большим занятием, поддержанием активности. Потому что оставаться наедине со своими мыслями нервирует. Так много напряженной работы, которой занимаются люди, на самом деле не является работой, которая кому-либо полезна. Это скорее способ убежать от тишины, которая заставляет нас противостоять самим себе. Значит, лени не хватает того, той тишины, которая должна быть, которая должна характеризовать досуг. Второй — это не праздничный настрой. Именно скука стала характерной чертой нашей культуры, Честертон говорит, что есть один грех — называть зеленый лист серым, смотреть на Божье творение и скучать по нему. Посмотреть на зелень листа и сказать, что он просто серый. Это скучно, однообразно и скучно. Так что смотрите на все, что волнует в мире, и зевайте на это. Тот, кто находится во власти лени, не может праздновать. Ирония заключается в том, что он прыгает от вещи к вещи, пытаясь удовлетворить желание, которое глубоко внутри него праздновать. Но поскольку он не в ладу с самим собой, он не может этого сделать. И опять же, ему не нравится суббота. Суббота — это не просто отдых. Это значит покоиться в Боге. Обратите внимание, что говорит Писание о первой субботе. Бог отдыхал от работы, которую он выполнял. И прежде всего, когда большинство из нас отдыхает в субботу, это делается для того, чтобы сделать больше работы. И это человек лени. Он просто хочет больше свободного времени, чтобы он мог отдохнуть и сделать больше работы, а не для того, чтобы он действительно мог встретиться с Богом. В этом отсутствует праздничный дух. И третий человек лени. Но он позволил работе определять его график, ритм его жизни. И если что-то не может быть полезным, он впадает в панику. Теперь то, что он считает ленью, на самом деле является причиной столь значительной аморальной интернет-активности, которая характеризует нашу культуру. Вместо того, чтобы быть в мире со своими мыслями, вместо того, чтобы пытаться исследовать вещи, вместо того, чтобы сталкиваться с реальностью, мы берем, мы отвлекаемся. Мы стараемся развлекать и развлекать себя тем, что есть под рукой. И так много лет назад было телевидение, а теперь интернет или любое другое портативное устройство. Это прямо здесь, чтобы отвлечь нас, нажать на кнопку, чтобы открыть себя нам, а нас самим себе. Успокойтесь и знайте, что я Бог, говорится в Псалме. Или, как у Пипера, есть альтернативный перевод в его книге, будьте спокойны и знайте, что я Бог. Так как же нам выйти из этой ситуации? У нас общая культура работы. Мы не знаем, как правильно входить в покой. Мы не знаем, как правильно провести этот досуг. Как нам выбраться из этого? Последний раздел народной книги полностью посвящен поклонению. Потому что поклонение – это действительно то, что позволяет проводить досуг. И я знаю, что это противоречит здравому смыслу для многих из вас, потому что раздача монет массе не кажется законной, не так ли? Особенно если у вас есть маленькие дети. Это поклонение, да, в маске, но также и в более широком смысле, отбрасывая как время, так и пространство, которые мир назвал бы бесполезными. Отложив это в сторону и, следовательно, примат жертвы. Мы должны пожертвовать временем. Мы должны пожертвовать пространством, чтобы по-настоящему осознать, кто мы есть. Прекрасным примером этого в светском мире является могила неизвестного солдата или похороны со всеми воинскими почестями. Подумайте обо всех растратах, связанных с этими двумя вещами. Рабочая сила, которая тратится впустую, это все ресурсы, которые там тратятся впустую. Кто-нибудь сказал бы это? Конечно, нет. Однако мы признаем, что эти ресурсы и рабочая сила используются хорошо, даже если они не служат какой-либо прямой цели для нации. Они не наращивают экономику. Они нигде не устанавливают мир. Но мы знаем в патриотическом духе, что это необходимо для жизни нации на более высоком уровне. Для нас, католиков, мужчин и женщин, это Божье создание. Нам нужно пожертвовать временем и пожертвовать пространством, чтобы быть в покое, делать что-то бесполезное. Месса — величайший пример этого. Месса выполняет все три из тех вещей, которые досуг занимает первое место из всех. Ну, во время мессы должна быть тишина. Я знаю, что это не всегда так. Хорошо, но что мы слышим на мессе? Вот агнец Божий. Разве это не великое противоречие современному философскому мышлению? Смотрите, не пытайтесь победить это своим собственным умом. Не анализируйте это, но созерцайте это. Вот, взгляните на эту реальность агнца Божьего. Именно так месса, в некотором роде, приводит нас к правильному образу мышления. Это надлежащий способ познания. Интеллект — это созерцание чего-то, чтобы оценить реальность, не для того, чтобы завоевать ее, а для того, чтобы принять ее. Вот агнец Божий. Блаженны те, кто призван на вечерю агнца. Блаженны те, кто призван в то место, которое есть вечный покой. Небеса — это не вечная работа. Поговорите с Богом. Небеса не вечны, хорошо, это вечный покой. Это вечность созерцания Бога. И если мы не выкроем время в этом мире, чтобы взирать на нашего Господа, особенно в Евхаристии, тогда мы еще не будем пригодны для небес. Месса наполняет праздничным духом, которого требует досуг. Месса — это праздник. Да, у нас есть право на покаяние. У нас есть дни покаяния, у нас есть времена покаяния. Но в основе мессы лежит утверждение и празднование всего, что совершил Бог, и благодарение Ему за все, что Он сделал как Творец и Искупитель. Это Евхаристия — благодарение, которое возносится Отцу через Солнце и на Солнце. Это тот праздничный дух. И обратите внимание, мы даже поем, когда у нас сезон покаяния, верно. На самом деле, некоторые из самых красивых гимнов или песен, которые у нас есть в католической традиции, звучат во время Великого Поста. Я имею в виду, сколько людей наслаждаются Великим Постом больше, чем вы знаете в другие времена года. Все это безумие, что вы говорите. Черт возьми, я действительно рад, что вы здесь, потому что мы понимаем, что это делает. Это ведет нас к празднованию, но, во-первых, это возвращает нас к самим себе. Это время покаяния, чтобы мы могли быть в гармонии с самими собой и праздновать то, что Бог сделал для нас. То, что есть у Бога. Бог поступил с нами так, как Он преобразил нас. Распутный человек ненавидит субботу. Он не видит ничего, что стоило бы праздновать. Он в ужасе от того, что отдыхает на Божественной Мессе. Это празднование должно быть, должно вести нас все больше и больше. Это не значит, что ленивые люди не ходят на Мессу. Мы все видели их там, верно. Они выглядят довольно мрачно. Все верно. Но Месса всегда должна вести нас к этому более глубокому празднованию. И третье, Месса бесполезна. Абсолютно бесполезна. Это пустая трата времени, и я надеюсь, что многие из вас тратят это время каждый день. В человеке для всех семян есть эта великая сцена. И поэтому, когда Генрих VIII приезжает, чтобы нанести неожиданный визит Томасу Мору, и, конечно, это совсем неудивительно. Они знают, что он придет. И он король. А Томас Мор король. Его там нет, и он прибежал в последнюю минуту. А его жена вроде как ругает и говорит, ну, король не каждый день навещает нас. И он говорит, да, но я каждый день хожу на вечерню, и это здорово. Он идет и тратит время на поклонение. Мы, мы должны это сделать. И я думаю, что нас очень часто заставляют чувствовать себя виноватыми за то, что мы это делаем. Так чего же именно это дает? И, честно говоря, мы должны быть честны с самими собой, что иногда кажется, что это ничего не дает, не так ли? Я имею в виду, посмотрите на мир. Это акт веры. Мы надеемся, что это чего-то добилось. И сам факт того, что мы выделяем это время, чтобы отпраздновать то, что он совершил, чтобы все еще быть с ним, оказывает влияние на наши души. Но мы никогда не хотим сводить массу к какой-то утилитарной цели. В мессе есть обучающий компонент, но это не лекция. Мы надеемся, что на мессе будет отличная музыка, но это не концерт. На мессе должно быть большое вдохновение, но это не митинг бодрости духа. Но я думаю, что мы все, возможно, слышали или, возможно, сталкивались, когда месса сводится к лекции, концерту или митингу поддержки, это не может быть ни тем, ни другим. Мы должны позволить мессе снова стать тем, что она есть, тем, что она получает. Мы принимаем мессу. Мы этого не создаем. Мы не доминируем в этом. Мы не манипулируем этим в своих собственных целях. Есть противодействие современному философскому мышлению. Мы считаем это чем-то бесполезным. Великий писатель последнего, я думаю, да, прошлого века, Романа Гордини, который написал замечательную книгу «Дух литургии», которую кардинал Ратсенгер счел такой хороший. Он написал книгу под названием «Дух литургии», верно. И так, и он должен сказать вот что. Он прав. Это глава под названием «Игривость литургии». Игривость. Вы когда-нибудь думали об этом? И это не экскурс. Одним из признаков недостатка досуга в нашей культуре является отсутствие игр. Когда дети играют, все чаще они играют только тогда, когда это организуют взрослые. И особенно в нашей части страны, единственный раз, когда это организуют взрослые, это когда это будет полезно детям для поступления в колледж. Или для их резюме, или для чего-то еще. Но как часто мы обнаруживаем, что просто играем без всякой другой причины, кроме как просто играть? А вот икс проклятий внутри икс проклятий. Вот что это такое. Это большой предел. Мы обычно говорили о том, чтобы принять участие в игре. Участвую в игре. Что вы делаете? Вы здесь не для того, чтобы доминировать в игре. Вы принимаете этого внимания. Вы его получаете. Есть это, тот способ познания, который ценили древние. Вы принимаете это так, что идете на игру и просто позволяете ей быть игрой, и вы принимаете ее. А теперь, к сожалению, бейсбол. В каждый момент должно быть развлечение. Между инингом нет простоя, ининг заканчивается, и теперь у вас происходит что-то еще. А между отбивающими у вас есть музыка и все такое. Сейчас нет никакой возможности. Это никогда не называлось спортом. Это было времяпрепровождение. Это было наше национальное развлечение. При всем моем уважении к бейсболистам, я знаю, что это спорт, верно. Но в этом было что-то такое, что привлекало наше стремление к досугу. Вы пошли туда, вы приняли это. Вы сидели с кем-то, кто, как вы знаете, дорог вам и вам. Вы болтали между подачами или что-то еще. И в этом было что-то такое, что ценилось само по себе, а не для какой-либо другой утилитарной цели. И также во время литургии. Вот к чему клонит Романа Гордини, когда говорит об игривости литургии. Мы просто должны ценить это таким, какое оно есть. И он пишет, что именно в этом аспекте литургии, в ее игривости, следует искать ее дидактическую цель. Это для того, чтобы научить душу не видеть цели повсюду, не осознавать цель, которую она хочет достичь, не желать быть слишком умным и взрослым, но понимать простоту в жизни. Душа должна научиться отказываться, по крайней мере в молитве, от беспокойства, целенаправленной деятельности. Он должен научиться тратить время в пустую ради Бога и быть готовым к священной игре с высказываниями, мыслями и жестами, не всегда сразу спрашивая, почему и зачем. Оно должно научиться не стремиться постоянно что-то делать, нападать на что-то, совершать что-то полезное, но играть в божественную игру литургии в свободе, красоте и святой радости перед Богом. Это подобает детям Божьим. Часто люди приходят на месу и пытаются во всем разобраться. Нет, просто пусть меса будет месой. Я был на рукоположении отца Изи Каи и понял примерно восьмую часть этого. Это была прекрасная литургия. И я просто вошел, я сказал, знаете что, я не собираюсь пытаться разобраться в этом, но это было, это было. Это была прекрасная вещь. Просто ценю, что в Национальной галерее искусств есть замечательный Рафаэль. Это одна из его самых известных Мадонн с младенцем Иоанном Крестителем. Это установлено в поле, и вы можете проанализировать это и увидеть, насколько все идеально пропорционально и как все формы находятся в гармонии и все такое. И вы можете изучить цвета и все такое. Но вы не должны этого делать. Вы должны просто стоять перед этим и ценить его таким, какой он есть. И что же это значит? Ну, некоторые вещи должны измениться для населения. Первый, как мы отдыхаем. Что такое покой? Это не должно быть просто делом. Это не должно быть бездельем и бездействием. В этом смысле. Это должно быть отдыхом ума, отдыхом тела, но таким образом, чтобы не отключать население. Таким образом, это открывает нам глаза на реальность. Это способ слушать и слышать то, что реальная истина в мире. Как мы подходим к образованию? Я думаю, что одна из величайших плохих услуг, которые мы оказали обществу, заключается в том, что мы превратили образование в полностью утилитарный проект. Что нет никакого смысла быть образованным только ради того, чтобы быть образованным, просто ради того, чтобы лучше узнать реальность. Это само по себе величие. Это не значит, что я умоляю важность получения работы и знания того, как зарабатывать на жизнь, но это возможно. Я видел, как это делается там, где люди действительно могут получить оплачиваемую работу и получить хорошее образование в свободном художественном смысле этого слова. Это то, к чему мы должны стремиться. И это то, к чему мы действительно должны быть внимательны с нашими детьми. К сожалению, мы ставим многих из них просто на беговую дорожку. Это крысиные бега. Почему они должны ходить в школу и получать образование, чтобы поступить в колледж? Почему хороший колледж, верно. Почему они должны поступать в хороший колледж, чтобы получить хорошую работу? Почему они должны устраиваться на хорошую работу, чтобы зарабатывать деньги? Почему они должны зарабатывать деньги, чтобы отправлять своих детей в хорошие колледжи? Верно. Поэтому мы должны переосмыслить это. И мы должны переосмыслить субботу. Я не собираюсь просить поднять руки, но интересно, сколько из вас ходили сегодня по магазинам. Хорошо помните, много лет назад я посещал остров Мальта, который является очень католическим островом, и это было. Это был канун их великого праздника, кораблекрушения Святого Павла. И это здорово, потому что вся история меняется, по крайней мере так думают мальтийцы. Мне очень жаль. Хорошо, вся история вращается вокруг того, что Святой Павел потерпел кораблекрушение на Мальте. И вот это был канун праздника, и на заправке была огромная очередь, потому что люди заправлялись бензином. Почему? Потому что все заправочные станции должны были быть закрыты на следующий день. Потому что все магазины должны были быть закрыты на следующий день. Потому что все на острове на следующий день собирались отдыхать. И я помню, как в первый раз я сказал, ну это, это довольно нелепо. Они должны держать их открытыми. И я сказал, ну вы же знаете, что вы принимаете законы на неделю, а не для сильных мира сего, верно. А что происходит, когда все эти места открыты все время, как это принято в нашей культуре. Те, кто беднее, не имеют покоя. Они работают, когда на самом деле должны отдыхать. И любой священник, который имел дело с испаноязычной общиной в нашем районе, слышал это в исповедальне. Я не могу получить какую-то помощь, потому что мне нужно работать. И дело не только в том, что я хочу работать, но и в том, что я должен. С белыми воротничками в нашем районе я не должен работать, но я хочу работать. Возможно, я хочу, чтобы меня прервали, потому что я не хочу, чтобы Бог был слишком близко ко мне. Что касается самого печального, я хочу закончить стихотворением, но прежде чем я перейду к нему, позвольте мне просто просмотреть краткую библиографию. Некоторые из них есть в вашей газете, но, бедная Моника, я думаю, что в нашем центре есть три или четыре черновика этого. Я этого не делал. Я не посылал ей пятые и шестые, но я рекомендую вам письмо папы римского Доминия и Анна Павла II о субботе уничтожения человека Ка с Льюиса. Я знаю, что любой, кто приходит на лекции Института католической культуры, уже неоднократно читал это верно. Отмена Мэн Гететет касается этого, этого, этого изменения мышления или взгляда на мышление в современности. Полуденный дьявол в Чадии. Неназванное зло нашего времени Жан Шарля Мальта. Превосходная книга французского Бенедиктинского Аббата. Это заставит вас чувствовать себя ужасно. Я рекомендую это. Сражаюсь с полуденным дьяволом Расти Рено в Один Стрит Финкс. Итак, он написал это 13 лет назад, но это отличная статья. И он очень убедительно показывает, что лень на самом деле является грехом нашего времени и действительно склоняет нас к более тяжким грехам. Это точка зрения, которую книга «Полуденный дьявол» излагает более широко. Если вам нужна короткая версия, вы можете прочитать Расти Рено. Это заставит вас чувствовать себя так же ужасно. Не волнуйтесь. Еще двое которых нет в списке. У Эдварда Лина есть замечательная книга под названием «Что такое образование?». Что такое образование? Я очень рекомендую вам это. А потом книга, которую, признаюсь, я не читал. Я слушал это, но все равно это хорошо. От Мели Николаса Карра о том, как интернет перестраивает наши мозги. И он, я думаю, то, что он обсуждает в этой книге, я думаю, что это во многом связано с тем, с чем мы сталкиваемся сегодня в отношении отсутствия досуга и нашего господства лени. Вы знаете, один из моментов, который он делает в этой книге, заключается в том, как люди в нашей культуре растут с помощью интернета. Интернет, мы передали нашу память на аутсорсинг. Или интернет, как его некоторые называют. Это внешняя память. Сколько телефонных номеров вы использовали, чтобы вы знали? Скольких вы теперь знаете? А сколько раз мы думаем? Мне не нужно хранить эту информацию, потому что я всегда могу ее погуглить. Память, особенно для Святого Августина, является одним из самых важных аспектов человеческой личности. Вы знаете, традиционно мы говорим об образе Триединого Бога и человеческой души, как о памяти, интеллекте и воле, что образы воли, Святой Дух, образы интеллекта, Логос, Бог-Сын. А память изображает Бога Отца. Нам все больше не хватает памяти. Я имею в виду буквально. Я чувствую это. Но я думаю, что просто как общество мы не ценим способность помнить. Что возвращает нас к тому вопросу о том, как мы думаем. Какие знания ценятся? Это то знание, которое мы создаем для себя, а не то, что мы получаем. А память — это способность вспоминать, получать снова. Мудрость, которая передавалась из поколения в поколение веками, тысячелетиями. Итак, я собираюсь закончить стихотворением. Я думаю, это будет доступно каким-то чудесным образом в конце лекции, и тогда мы сможем немного открыться для вопросов. Это стихотворение французского поэта прошлого века Шарля Пигги под названием «Право на сон». И все же мне говорят, что есть люди, которые не спят. Мне не нравится человек, который не спит, говорит Бог. Сон — друг человека. Сон — друг Бога. Сон, возможно, мое самое прекрасное творение. И я тоже отдыхал на седьмой день. Тот, чье сердце чисто, спит, и у того, кто спит, чистое сердце. Это великий секрет того, чтобы быть таким же неутомимо утомляемым, как ребенок. Иметь такую силу в ваших ногах, чтобы у ребенка были эти новые ноги, эти новые души. И начинать все сначала каждое утро, всегда по-новому, как молодые, как новая надежда. Да, мне говорят, что есть люди, которые хорошо работают и которые плохо спят, которые не спят. Какое недоверие ко мне? Это почти хуже, чем если бы они плохо работали, но хорошо спали. Тогда, если бы они работали, но не спали. Потому что лень не хуже, чем нет худшего греха, чем беспокойство. На самом деле, это даже менее серьезный грех, чем беспокойство. А затем отчаяние. А затем отсутствие доверия ко мне. Я не говорю, говорит Бог, о тех людях, которые не работают и не спят. Эти люди — грешники. Это само собой разумеется. Я говорю о тех, кто работает и не спит. Мне жаль их. Я немного обижаюсь на них. Они мне не доверяют. Как ребенок невинно лежит на руках своей матери. Таким образом, они не лежат невинно в руках моего проведения. У них есть мужество работать. У них не хватает смелости ничего не делать. Они обладают добродетелью труда. Они не обладают достоинством ничего не делать. Расслабляться, отдыхать, спать. Несчастные люди. Они не знают, что хорошо. Спасибо вам. Спасибо вам, отец Скалия, за часовое заявление о миссии Института католической культуры. Большое вам спасибо. Это было превосходно, превосходно. И ряд моментов, которые он затронул. У нас уже есть переговоры о ДС Доумине с Мансиньором Поупом, посте и пиршестве с доктором Джоном Катербеком и ряде других названий, которые вы, возможно, захотите посмотреть на нашем веб-сайте. Вы знаете, что у нас есть более 700 часов аудио и видеоматериалов, которые теперь доступны бесплатно на веб-сайте Института католической культуры. Итак, ресурсы есть. Вам просто нужно пойти и открыть для этого свои сердца. Всего пара коротких объявлений. Во-первых, у нас здесь много членов нашего правления. Я хотел бы просто попросить вас встать, если вы являетесь членом правления Института католической культуры Биллс здесь и рядом других людей, которые входят в правление. Большое вам спасибо. Мы действительно ценим это. И я думаю, что вы все довольно хорошо знаете Монику Грейвс. Моника, преданное сердце Института католической культуры. Правда. Я довольно хорошо усовершенствовал эту штуку, ничего не делай в офисе. Но Моника могла бы немного поработать над этим, и она действительно следит за тем, чтобы все было на месте для каждого отдельного мероприятия. А Моника только что была помолвлена с красивым молодым человеком, с которым мы познакомились в Институте католической культуры. Встаньте. Вы знаете, молодые люди, у нас в Институте несколько человек встретились и поженились, так что вам следует приходить почаще. И я действительно хотел поприветствовать доктора Абеллу, ректора Католического университета, который сегодня вечером с нами. Католический университет является одним из спонсоров Института, и поэтому мы очень ценим вашу поддержку в оказании нам помощи в проведении этих мероприятий. У нас в Институте появился новый спонсор, Католическая учебная инициатива, которая предлагает альтернативный тест-сет для католических университетов. Поэтому мы очень благодарны им за то, что они присоединились к нам. Вы можете посмотреть их онлайн на kltexem.com, kltexem.com, и я просто хотел включить это слайд-шоу, и просто показать вам результаты того ужасного землетрясения, которое пережили монахи в Италии. И у нас есть, как я уже сказал, бутылка пива, которое они хорошо приготовили, и я, конечно, хотел бы послать им пару долларов, чтобы иметь возможность помочь им, потому что они проходят через это, и большая часть их работы в этом монастыре там новая. Община действительно возрождает традицию церкви. И поэтому он сказал, почему бы вам не раздать это, и не посмотреть, сможете ли вы для монахов. И я думаю, что... Можете ли вы представить, как просыпаетесь рано утром, чтобы отслужить месу? И это то, что вы находите. Так что было бы неплохо иметь возможность послать им немного денег. Так что я не знаю. Я подумал, что выложу это там. 25 долларов за бутылку пива. Кстати, прежде чем вы начнете предлагать, вы можете вернуть это мне в конце вечера. Я бы совсем не возражал. Так и есть, и это полная пинта. Полная пинта. Так что вы думаете о том, чтобы отправить 25 долларов в институт на 25 долларов. Спасибо вам. 50 долларов. Вы можете сделать 50 долларов. Отлично. Мы сделаем прибавку в 25 долларов. 75 долларов. Хорошо. 100 долларов сзади. 100 долларов сзади. Это пожертвование. Вы можете добраться до института. Не облагается налогом. Правительство не прикоснется к этому. Хорошо. 200 долларов для монахов. Это замечательно. 200 долларов за бутылку пива. 250 долларов для монахов. Это замечательно, чтобы помочь им привести в порядок их часовню. 250 тысяч 300 долларов. Замечательно. Хорошо, 300 долларов. Может быть, мы пошлем им на пару долларов больше, чем это. Что вы думаете о том, как хочется пить? Я очень хочу пить. Как насчет того, как насчет 350? 350. Хорошо, 350. Замечательно. Мы отправим его монахам за 350 долларов. Отлично. Большое вам спасибо. Это благословение. Большое вам спасибо. Хорошо. Просто небольшое напоминание. Мы сделаем небольшой перерыв, а затем ответим на вопрос. Но мы будем вместе в следующую субботу в Свято-Преображенском храме, где греко-католическая церковь пела вечерню. То, о чем говорил отец, о расслаблении и понимании, составляет около 8%. Вы получите все это там. 3 сентября зажгите свечу на вечерне в 5 часов на фестивале ближневосточной еды. Там будет толпа людей, так что приходите пораньше, чтобы у вас было место для парковки. А потом, после 45, я расскажу о Востоке и о том, что в листовке есть сертификат на бесплатный ближневосточный десерт. Бесплатный десерт из пахлавы, если вы хотите его получить. Тамошние листовки, дамы, не берите 10 штук, по одной на человека. Хорошо. И тогда вы можете прийти. В 45-е выступлю с докладом о восточной традиции, о восточных византийских церквях. А затем в 6.30 проведу экскурсию по церкви. На самом деле, это мой последний церковный тур. Святое преображение. Многие из вас знают, что я переезжаю в Сакраменто, штат Калифорния. И поэтому, если вы были в некоторых моих церковных турах в прошлом, пожалуйста, приходите снова. И если вы не пришли, если вы знаете кого-нибудь, кто не католик, приведите их с собой и позвольте мне разобраться с этим посреди церкви. Хорошо, нам там будет очень весело. Итак, мы сделаем небольшой перерыв, 3-4 или 5 минут, а затем вернемся вместе для короткого вопроса и ответа. Не знаю, в чем дело. Спасибо. 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 Я прервал его слишком быстро. Хорошо, хорошо. Нам очень жаль. Это другие люди хотят так хорошо слышать. У меня здесь есть ванна. Многие люди делают мне пожертвования. Вы можете сказать, если хотите. Вы можете оставить пожертвования, верно. Прямо у двери стоит корзина. Я действительно ценю это. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. 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 создавал раздаточный материал. Кстати, ничего страшного, если он упомянул об этом. Я только что отправила его к двери. Сейчас вы ничего не можете с этим поделать, но сегодня это также посылает нам государство. А потом мы можем заставить их поесть, если они захотят. Если вы хотите. Я забыла вам сказать. Я знаю, я знаю. Я тоже так рад вас видеть. Я просто хочу сказать спасибо. 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 Вопросы. О да. Хорошо. Продолжайте. У него будет свой микрофон. Могу я включить его микрофон? Эмили, хорошо. Вот так. Итак, мой шурин пивовар. Не бейсболист, а пивовар. Он мастер пивовар, и он ходит на эти конференции. Я имею в виду, что это тяжелая работа. Он ходит на эти конференции и пробует пиво, вы знаете. И прислал мне фотографию. Пару недель назад он прислал мне по электронной почте фотографию одного из них. И вот он стоит с двумя монахами-бенедиктинцами, очень длинными бородами из Норчи. Если вы не знаете, Норча – это место рождения святого Бенедикта. И монахи пошли и заново отстроили там место. И мой шурин переписывался с ними. Эти известные люди говорят, что монахи – это все. Им всем пришлось покинуть город, кроме двоих, которые живут в палатках и просто как бы дежурят там. Поэтому, пожалуйста, сохраняйте их в своих молитвах и пожертвованиях, насколько это возможно. Если бы вы хотели что-то дать. У нас действительно есть корзина здесь, на столе. Итак, если вы хотите подарить корзину для этой цели, мы соберем все это вместе и отправим им подарок. Хорошо, вопросы? Не могли бы вы просто сказать нам название этой книги и автора? Еще раз, Джозеф. Джозеф Пипер Пипер. Пи-и-пи-и-р. И название книги – это название беседы об основах культуры. Кстати, вы можете купить это в книжном магазине Паскале Лэмба. У них есть несколько копий. Они знают, что нам нужно поговорить сегодня вечером, так что Паскаль Лэмб в Ферфоксе. И если у них его нет, они смогут заказать его для меня. Хватит с меня амазонки. Пожалуйста, поддержите местных католиков-католиков. И мне очень жаль. Отец сказал мне, что все прочтут это к вечеру, так что я приношу свои извинения. И они прочитали сумму до того, как мы начали разговор. Сумма тоже, хорошо, вопросы. Да, не позволяйте ему легко отделаться от парней. Мы, знаете ли, должны заплатить ему хорошие деньги за эту штуку. Немного косноязычия здесь, я думаю, у вас есть свободное время. Не могли бы вы прокомментировать использование древесного угля по сравнению с пропаном? Это модернизм. Вы, должно быть, готовите на дровах. Он знает, что делает. Это были богословские дебаты, которые бушевали в доме священника Святой Риты в 2004 или 5 годах. Отец Дона Хью, этот модернист, выступал за газовый гриль. Я, конечно, выступал за древесный уголь. Чтобы уладить спор, я отправил электронное письмо Энтони Селину в колледж Провиденс, и он отправил ответ. И он все еще где-то у меня. Робкое доказательство превосходства древесного угля в латыни. И упомянутый Кантра был пост Рекс из Рессоректам сум доминос. После воскресения нашего Господа он подарил рыбу, приготовленную на углях. Вы знаете, на самом деле, но что касается темы сегодняшнего вечернего разговора, вы знаете, есть что-то в том, чтобы просто разжечь огонь и ухаживать за огнем, чего газовый гриль просто не может достичь. Хорошо, но правильно, так что это вы знаете, на чью сторону я бы встал. Хорошо. Итак, привет, отец. Я нахожусь в невыносимом положении, будучи членом школьного совета округа Фэрфокс и будучи католичкой. И одна из вещей, которые я вижу в досуге, и то, что я ищу от католической церкви, это создать какое-то цифровое руководство для родителей и детей о цифровом гражданстве. И о том, как мы пытаемся использовать цифровые инструменты с умом, но в рамках веры. И, конечно, что-то вроде института могло бы поработать над этим. Или люди, у которых есть ошибка католической церкви в предоставлении рекомендаций для цифровых инструментов. Это то, что вы считаете хорошей идеей? Ну, я думаю, что абсолютно. Мы должны переосмыслить их использование в классах и все такое. Я имею в виду, что большинство детей уже знают, как ими пользоваться, так что я не уверен, почему. Вы знаете, они нужны нам в школах так же сильно, как и мы сами. И это, я думаю, также относится к образовательным причудам, которые мы, я имею в виду, вы знаете, всегда, кажется, гоняемся за последними новинками. И это большая опасность. И самые основные образовательные инструменты такие же, какими они были всегда, вы знаете. И на самом деле не имеет значения, насколько хорошо устройство, если человек, использующий его, не способен правильно мыслить. Вы знаете, любые инструменты хороши настолько, насколько хорош тот, кто ими пользуется. И еще нам нужно, чтобы рыцари Колумба опубликовали большую маленькую брошюру под названием «Технология и новая евангелизация». Отличная штучка. И это один из пунктов, которые он делает. И это очень важно. Технология не является нейтральной. Это морально нейтрально. Айфон не является морально плохим. Но он не нейтрален в том воздействии, которое он оказывает на нас. Любой инструмент начинает каким-то образом определять пользователя. Если я держу молоток в правой руке, я больше не могу использовать свою правую руку. Точно так же Зе Хаммер определил, что один из пунктов этой книги, Зе Шеллоус, заключается именно в этом. Большая часть технологий определяет то, как мы думаем. И поэтому мы действительно должны очень хорошо осознавать, что технология не нейтральна в том воздействии, которое она оказывает на нас. Так что да, нам, конечно, нужно гораздо больше об этом. И ТК Уильямс. Это из-за... Я не знаю. Десять лет назад ТС Уильямс прошла через этот огромный капитальный ремонт и стала самой технологически сложной и продвинутой школой, я думаю, в стране. На один день, вы знаете. Итак, открылся следующий, и вскоре после этого в Вашингтон-Пост появилась статья учителя из ТС Уильямс, в которой говорилось, что это не очень хорошо. Потому что дети не учатся одинаково использовать текст. Я имею в виду эта ирония судьбы, что мы называем это перепиской. Потому что мы все больше и больше отдаляемся от переписки. Способности к исследованиям нет. Это интересный момент, который Николас Карате делает в The Shallows. Заключается в том, что вы могли бы подумать, что исследование будет более глубоким. Потому что у нас гораздо больше информации в интернете. Но на самом деле, когда они посмотрели, например, на статьи в профессиональных журналах, возможно, 30-летней давности, по сравнению с сегодняшними. В статьях 30-летней давности было, знаете ли, больше ссылок, больше сносок. И они были, как бы, знаете, связаны с большим количеством других вещей, как мы бы сказали сегодня. Так что там еще многое нужно сделать. Поэтому я рекомендую вам сначала эту книгу Николаса Карра, а затем и ту маленькую брошюру, которую вы можете найти в интернете. Технология в новой евангелизации. Вы можете использовать свой компьютер Google для ответа на соответствующий вопрос, поступивший в интернете от Стивена Киттинга, наблюдающего с острова принца Эдуарда, Канада. Кто сказал, что у вас есть какие-либо мысли о том, как мы могли бы применить народную идею досуга к образованию нашей молодежи, особенно в наших католических школах? Да. Да, в школе. Я имею в виду, я думаю, по моему опыту, в некотором смысле, находясь в приходах со школами, католическая игровая площадка все еще остается своего рода. Дети выходят туда и создают игры, вы знаете, и они неорганизованы. И я думаю, что это здорово. Это что-то очень, очень хорошее. Потому что и должно быть это чудо. То, что мы должны прививать в католических школах, это способность удивляться. Способность удивляться. Это была одна из цитат на листе, который я туда поместил. Это то, что святой Фома говорит, что у поэта и философа есть нечто общее, что они пытаются. По сути, они начинаются с удивления. И именно так начинается всякая мысль. Так и есть. Пусть они родятся в удивлении. Все начинается с того, что вы смотрите на мир и удивляетесь ему с удивлением. И поэтому мы, мы, католические школы, должны культивировать это. И вы знаете, честно говоря, наши уроки естествознания должны быть другими. Я имею в виду, не то чтобы мы. Вы знаете, гравитация все та же, верно. Но, но это. Это должно начинаться с удивления вещей и также должно приводить к этому. Но это, вы знаете, больше будет касаться семей, чем школ. Как выглядит семейный отдых? Если семейный отдых это просто идти, идти, идти все время, и у нас есть все эти проекты, и дети все время заняты, у них нет возможности удивляться. У них нет времени простоя, чтобы сделать это. Итак, первое, что необходимо для того, чтобы культивировать надлежащий досуг, это время. И если мы заполняем каждый последний второй, когда дети, вы знаете, не в школе, тогда возникает проблема. Итак, один вопрос касается военного корабля. Когда вы говорили о жертвоприношении времени, и вы говорили о жертвоприношении пространства. Да, и так, жертвоприношение. Ну, история Джона из тогдашней Кэрол Войе в Кракове. Вы знаете, советы построили. Вы знаете это, этот рабочий город, верно. И в нем было все, что может пожелать человек, кроме, конечно, церкви. Там нет никакой церкви. Я думаю, вы действительно можете оценить здоровье общества, потому что они откладывают на более глубокие вещи о человеческой личности. И поэтому, да, приходится жертвовать пространством, чтобы, ну, создавать красивые церкви прямо у вас дома. Есть ли? Есть ли место, где это не обязательно должно быть? У вас не должно быть церкви в вашем доме. У вас не должно быть скинии. Хорошо. Но есть ли в вашем доме место, предназначенное только для тишины? Я помню, как рос там, как в гостиной и в кабинете. Как будто это что-то вроде запретного для обычного ежедневного использования. Это было. Это было только для особых случаев. И если кто-то находится в кабинете, вы знаете, что это не шумно, это тихо. Значит, должно быть такое различие. А затем, очевидно, пожертвуйте жертвой времени, выделяя часы и дни, чтобы не работать и действительно размышлять о себе, о нашем Господе, завидовать друг другу. Но да, жертва пространством. Я имею в виду, это удивительно, как быстро Северная Вирджиния продолжает расширяться. И вы знаете, у нас есть своего рода капиталистическая версия того же самого, что мы строим, строим, строим и строим. И на самом деле мы не выделяем много места для церквей. Да ладно вам, в наших торговых центрах больше мрамора, чем в наших церквях. Это проблема. Некоторое время назад, возможно, тысяча двадцать лет назад, я помню, как французские студенты вышли на демонстрацию против своего правительства. Потому что правительство пыталось заставить больше из них посещать курсы, подобные STEM. И они сказали, нет, мы любим наши гуманитарные науки и программы. Вы помните это? А вы знаете, как это обстоит сегодня? Я ничего об этом не помню. Но это. Я имею в виду, это звучит как французский, верно? Я имею в виду, это просто это. Я имею в виду, в знак уважения к ним за это. Просто-просто знаете, я люблю, знаете ли, читать Джака Мартана или нет. Кто сделал клубок гадюки? Франсуа Марак. А затем в дневнике сельского священника Бернарда, где, как вы знаете, каждый французский крестьянин, экзистенциальный философ, понимаете. Значит, это не так. Я не слышал об этом. Но это да, и правильно, освободить образование от простого становления. А вы знаете, что происходит, когда образование просто служит чему-то другому. И это единственная причина для образования. В конечном счете это будет правительство. Это будет служба правительства. В конечном счете именно это и происходит. Итак, гуманитарные науки, это непросто. Я имею в виду, вы видите реальные последствия этих вещей. Когда мы говорим, что должен быть сегмент образования, который бесполезен, который не является целенаправленным, который существует только ради знаний. И это как бы выводит его из-под контроля правительства. Надеюсь, то же самое и с поклонением. Есть места и есть моменты, когда мы говорим, что вы знаете, правительство не контролирует это. Вот почему я имею в виду, что сейчас мы живем в очень сложные времена в отношении свободы вероисповедания. И первое и самое важное, что мы делаем перед лицом этого, это молимся и поклоняемся. Потому что именно тогда мы делаем то, что мы есть. Мы устанавливаем определенные области, в которых мы пока не говорим правительству больше ничего. Спасибо вам, отцы. Спасибо, спасибо. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что пришли сегодня вечером. Но я хотел бы спросить вас о двух вещах. Прежде всего, примите близко к сердцу то, что сказал отец, что это не для кого-то другого. И мы задаем эти вопросы о наших детях и о следующем поколении. Я боюсь, что мы показываем пальцем на кого-то другого. Они учатся у нас, родителей, бабушек, дедушек и прадедушек, тому, как мы проводим свое время. Действительно ли мы проводим свободное время с Господом и друг с другом, в наших домах, в наших церквях, в нашей культуре? Мы должны быть готовы критически взглянуть на нашу собственную жизнь и спросить себя о принципах, которые заложили отцы. Сегодня вечером Джозеф Пиппер излагает, живем ли мы по этим принципам или просто держимся на расстоянии вытянутой руки. Я хотел бы услышать выступление отца Скалии. Он замечательный священник. Он верен на расстоянии вытянутой руки, но то, о чем он говорит, имеет отношение к нам и к тому, как мы живем. Я действительно люблю видеть 300 человек в зале, и я люблю видеть огромную толпу онлайн. Но, друзья мои, когда мы беседуем об Аристотеле, или о прозрениях Платона, или святого Фомы Аквинского, или изучаем Евангелие от Матфея, или беседуем об Иисусе, я надеюсь, что мы увидим такие же толпы, потому что институт не занимается культом личности. Речь идет не об отце Изякии и не об отце Скалии. Речь идет об Иисусе Христе. Поэтому я приглашаю вас, когда вы увидите, что наши темы выходят. Мы сейчас находимся в нашем современном периоде времени в институте, изучаем философию, теологию, священное писание, катехизис, католическую политическую мысль и так далее. Художественное образование любера в современном мире. Но осенью мы возвращаемся к изучению древнего мира. У нас самые большие цифры, когда летом, когда все уезжают из города. Я не вижу, чтобы сегодня вечером все уезжали из города. Я очень часто вижу их в городе. Поэтому, когда вы увидите, что выйдет новое расписание, и мы вернемся, чтобы заложить прочный фундамент, чтобы пустить глубокие корни, будьте там. Потому что вы были избраны Богом для этого дня и для предстоящей нам битвы. И вы знаете, у нас в обществе идет борьба. И это битва за вашу душу, за мою душу и за души следующего поколения. Но они не будут соблюдать веру, если мы не будем жить верой. Они не сохранят веру, если мы не будем жить верой в наших семьях, в нашей духовной жизни. Аминь, братья и сестры. Хорошо, я надеюсь увидеть вас всех в следующие выходные на фестивале Ближневосточной еды. Мы закончим молитвой, если вы, пожалуйста, встанете. Благословен Бог наш во все времена, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. О вы, кто даровал нам молиться вместе в согласии, и кто обещал, что когда двое или трое соберутся, чтобы призвать ваше имя, вы дадите то, что они просят. Исполняете ли вы теперь то, о чем просят ваши слуги? Насколько это хорошо. Даруй нам в этом мире познание твоей истины, а в мире грядущем – вечную жизнь. Ибо вы, добро или Бог, и вы любите человечество. И мы воздаем тебе славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Да благословит вас Бог. Спасибо, что пришли сегодня вечером.